Здорово, колонны! Как всегда, по субботам мы продолжаем проходить баннер-сагу. Как вы помните, в прошлый раз наш караван встретил караванчик Варлов, который шел нам навстречу, но мы все оказались затянуты в битву. Соответственно, вот она битва, которую мы отложили на эту неделю. И давайте сначала улучшим наших персонажей. Во-первых, повышение получает олета, который мы поднимем... Мы поднимем силу на единичку и силу воль на единичку. Во-вторых, повышение получит Ивер. Защиту и атаку по максимуму мы сделаем. И Могун. Товарищ Могун. Давайте тоже ему поднимем силу воли. Я небольшой фанат вот этого вот. Не знаю почему. Хотя, поскольку у нас мораль не очень, давайте ему просто защиту поднимем, да. И, наверное, вместо Хогуна с нами пойдет в бой Фасольт. Его мы тоже повысим. И у него мы повысим банально атаку. Какой-то такой группкой мы отправляемся в бой. Да повезет нам. И, судя по всему, нам не очень... А, это бронированный чувак. Ну ладно. С бронированным можно как-то еще справиться. Так. Фу-фу-фу-фу-фу. Айвера суда. Вот этого товарища суда. И, наверное, как-то... Так, да. Отлично. А лето может сразу разбить дядьки броню. Щу. Ага. И он немножко мешает большому пройти. А вот Айвер, в свою очередь, большого сейчас отбросит назад. Немножко тактическая такая вещь. Просто, чтобы он нам не мешался под ногами. Дальше ходит снова большой дядька. И вот этот типок. Ну, давайте сразу попробуем вот с этим типком что-то сделать. Вот так. О, фак. А хотя, большой дядька встал в самом центре наших сил. Только не грену. Ну, и, в свою очередь, Огун это... Это Могун. Могун использует свое бешенство, чтобы этому дядьке максимально разбить все, что можно. Ау. Так. Ну, давайте разобьем броню. Что же делать? Здесь сейчас они друг другу активно мешаются. Следующий ходит вот этот типок. Ладно, давайте. Так. И вы не поверите. А, все окей. Давайте посмотрим. Вот этот лучник. Что-то там происходит. Рядом из них никто не стоит. Окей, давайте в этого стрелять. Может, он кому-то заодно помешает. Но, что-то не похоже. Ох. Хорошо. Так, кто ходит следующим? Вот этот. Потом вот этот гаденыш. Ну, большой. Вот этот. Вот этот. И вот этот. То есть, если, в принципе, мы Айвера сейчас подведем сюда, и вот этому дядьке снимем брони, то вот сейчас рук отлично сможет применить свою обилку. Ну, в итоге ударили все, а толку, если честно, никакого. Ну, да ладно. Эгель попробует здесь защитить Олет. Ну, и опять же, Могун, не стесняясь, использовать свою обилку. Давай, братан. Ауч. А что ж, фасольт затаунтит дядька. Ох. А Олет может, конечно, провернуть сейчас фокус. Но влетит ей за этот фокус тоже очень не кисло. Причем влетит ей мгновенно же за него. Поэтому давайте просто отойдем и будем снимать ему броню, черт возьми. Он очень толстый. О! Ха-ха-ха. Так, ну, начнем потихоньку ломать больших. И музыка почему-то просто безумно громкая. Прям вот оглушающе. Ха-ха-ха. Ха-ха. Так, эээм, и здесь мы снова сделаем каменную стену. О! А, и снова камни дробин. Я не знаю, кто отвечал за громкость звука в игре, но он явно не справился. Ох. Так, и Олет. А, давайте им вот так сделаем. Так, к сожалению, по соседям дамаг не распространяется. Ох. Ха. Эм. Можем добить вот этого, но уходит он не скоро. Хотя... Да. Пожалуй, мы раним вот этого дядьку насколько сможем. Ау. Руку прям влетает и влетает. Ну, так уж и быть. Давайте рукам отойдем и попробуем... Снимем броню. Ау. Ха. Ну, ничего не остается, кроме как их бить потихоньку. Ау. А вот Айверу скоро влетит очень больно. О, не только Айверу. Да. Ну что ж, после того, как чувак сходил, его можно убивать. Настал тот момент, когда хочется оставить одного врага. И точка. Эм. Да, давайте еще броню снимем. Хм. Ау. Айвера сложили. Ух ты. Первый раз кританула. О. А. На самом деле, ужасно. Ужасно, потому что я сейчас оглохну, банально. кто и зачем так это сделал, я не представляю. Так. О. Он даже отчасти немножко спасает фасоль-то, хотя... м-да. О. О. Олето добивает вот этого чувака. Очень хорошо. О. Олето немножко влетело. Если я вдруг кричу, не обращайте внимания, потому что, ну, реально невозможно. Музыка, конечно, приятная, но есть всему предел. То есть, когда даже самая приятная песня играет ночью из окна машина какого-то урода, насладиться ей не получается. О. Ладно. Фасоль бежит. Олет. Олет снимет броню. Рук постоит на месте. Ну, и вся надежда на вот этого парнишку. А парнишка доставляет. Собственно говоря, враг отступает по всей линии фронта, но мы отойдем, прежде чем они перегруппируются. Потеряли всего четырех бойцов а двух варлов. Довольно-таки неплохо. Ну да, I ran но ничего-ничего. Но разве не чудо? Меня уже второй раз отправляют найти варлок, который идет в мою сторону, таща за собой людей. Что здесь делают драги? Боги, неужели никто не знает, что здесь происходит? Они сравняли Грофхэйм с землей. Мы несколько дней отступали, Йорун теперь вейнартофте. Меня послали забрать Крумра с его отрядом из Змей-Клыка, но мы столкнулись с этим отрядом Каменюк. А там, откуда они пришли, их еще больше. Это все твои варлы, Крумр? Чем вы занимались? Ели друг друга? Многие отправились в Блотсбалкр. Хочу сказать, что Грофхэйм и Вогнер мертв. Дорогие издут за нами по пятам. Варлы, которых вы отправили на север, скорее всего мертвы. Близится конец света. Брось, это уже не новость. Объявлен общий сбор в Эйнартофте. Сейчас наш путь лежит именно туда. Подождите. Несколько секунд Фасольт рассматривает вереницу мужчин, женщин и детей, идущих за вами. Без них. Что значит без них? Людям запрещено даже входить в Эйнартофт. Конечно, если ты не король и не ткач. Сейчас не время для споров. Черт возьми, Фасольт, кого это волнует? Что, черт возьми, произошло в Грофхэме? Прежде, чем Фасольт удается ответить, ваше внимание привлекает низкий гул, который становится громче с каждой секундой. Несмотря на то, что Грофхэм уже давно скрылся из глаз, все головы поворачиваются в его направлении. Гул становится оглушительным, быстро превращается в треск и скрежет. Он приближается. Уходите, кричит Фасольт и бежит в сторону Эйнартофта. Не останавливайтесь, пока не доберетесь до Хартборга. Ух ты! Ух ты! И даже снежком они это поддержали, что интересно. То есть он то в одну сторону бился, то в другую. Ну, в целом, если честно, пока это самая эпичная сцена в игре. Остальное все было как-то слабоватенько. И настроение улучшилось. Хагаси Варлы с бревнами смотрятся, как будто они зубочистки в руки взяли. Такие местами прям по-детски нарисованные. Толчки землетрясений ощущаются уже четвертый день, когда вы достигаете идола Хартборга, Творца Варлов. В окрестностях полны пармологи гантов. Одним не терпится узнать, что происходит, другие заняты возведением временных укреплений. Подожди, пыхтит фасоль тлавя ртом воздух. Нам нужно поговорить. Вы все еще стоите на ногах, но большинство из вас. Отдохните, затем идите своей дорогой. Гора только что ушла под землю и что-то движется к нам, а ты собираешься нас тут бросить? Я не знаю, кто вы, но вы не пойдете в Эйнартофт. Со мной пара сотен варлов, которые позаботятся об этом. Куда нам идти? Назад тем же путем мы в ловушке между двумя горными кряжами. С одной стороны несколько тысяч варлов, с другой армия драгов и то, что вызвало землетрясение. Эйнартофт, город варлов, для варла это не должно быть новостью. Погомонись, фасольт. Ты что, не узнаешь с кем говоришь? Внезапно удивление мелькает на лице фасольта. Другие варлы начинают подступать ближе. Вы слышите повторяемое шепотом слово Ингвар. Здесь есть тот, кого ты захочешь пустить в Вейнартофт. Ты люди пойдут со мной. Все. Фасольт переводит взгляд с Ивера на Крумра, после чего уходит, проталкиваясь сквозь толпу любопытных зевак. Ивер, кто ты? В другой раз рук. Остаток дня вы проводите восстанавливая силы. Приходят и уходят группы варлов. Большинство разговоров ведется о землетрясении, из-за которого несколько гор погрузилось в землю, а также о продолжающих наступления драгах. До вас доходят слухи, что на месте раскола земли появилась огромная пропасть. Давайте осмотрим Божий камень. Вы мало что знаете о Хартберге. Он был учеником матери ткачихи и учился творить под ее руководством. Он создал несколько зверей, но скоро устал от простых животных и начал объединять их с людьми, в результате чего получились варлы. По крайней мере так гласит миф. Одно точно, все живущие варлы были созданы Хартбергом, а теперь бог мертв. Все оставшиеся варлы последние в своем роде. Глубокая печаль наполняет вас. Хрумар уже стоит здесь. Отдавать дань уважения это правильно, говорит он, и вы оба стоите в молчании, передает Ингвару, говорит он, поворачиваясь уходить. Когда-то это принадлежало ему, но этот упрямый осел отказывается забирать этого назад. Хрумар протягивает вам массивный пояс с заклепками. В лагере вдруг начинают суетиться. Звучит приказ отступать в следующую деревню, и вскоре вы видите из-за чего. Черная тень накрывает долину, она подступает со стороны Гровхэма, где землетрясение или что-то там еще обрушило целый горный склон. Вглядевшись получше, вы видите настоящий океан драгов. Их больше, чем вы могли себе представить. Посреди их стоит высоченный драг великан, кроваво-красный с головы до пят. Вы быстро собираете вещи и присоединяйтесь ко множеству варлов, оставляя божий камень позади. Ну, хотя бы нам дали провизию. Иначе бы не дошли бы никуда иначе. Настроение пляшет туда-сюда, но останавливаться сейчас не время. Стойте! Звучит решительный голос откуда-то спереди. Окружающая местность внезапно оживает, вооруженные воины окружают караван. Не будем проливать кровь, говорит главарь. Оставьте парочку повозок и притворитесь, что вы нас не видели. Немедленно атакуем. Прежде чем он успевает закончить фразу, вы выхватываете оружие и бросаетесь в атаку. Ну, потому что нефиг. Все довольно-таки раздражены. Ух ты, пояс с заклепочками. Ну, отдали хозяину. Давайте повысим эгеля. Как раз нам 10 славы и дали. Пум. Его обилка блокирует до 5 единиц урона за удар. Неплохо. А пассивная способность пассивную способность его я в полной мере, к сожалению, не использовал. Учтем это. Ну, что ж. Давайте таким составом нет, Крумр возьмем вместо фасольта. Вот таким составом мы отправимся в бой. Люди разбойники. Вот. Сами, конечно, просились, но долго они не проживут. Ну, а мы получим немножко славы. Можно сказать, халявный. Может быть, и не очень халявный, но в любом случае слава это слава. И она нам не помешает. Ох. Авер. Вот эта девочка превратит в ничто. Врываться в толпу врагов вот так вот на его месте я бы не стал. Особенно когда есть рук. не сильно это вы что урока. Ладно. Но его скоро совсем не останется. Здесь раненые девчули пытаются что-то сделать. Ох. Так. О, как раз. Вот это убьем сразу. Потерь мы здесь не понесем. Это больше бонусная миссия, в которой мы можем заработать немножко повышения. Так. Ну давайте попробуем OLED тип повышения. Да. Вот и оно. Ауч. Айвера уже так потрепали. Во. Эта девочка последняя. Ну и все. на этом остается просто добивать. Очень хотел килл к румру отдать, но не вышло. А, к румру так получает повышение, а лето получает повышение и рук. Ну и плюс 7 славы. Собственно говоря, больше всего меня радует именно 7 славы. Эээ, провиант потихоньку заканчивается. Ивер говорит вам, мы не можем здесь долго оставаться. Переход через Бурский перевал займет трое суток, так что запасайся. Двигаться придется без остановок. Он уходит поговорить с другими варлами о наложивании обороны. Папа, говорит о лето, появляясь рядом, не нравился старый Ивер. В глубине души вы с ней согласны. Вместо этого вы сосредотачиваетесь на приготовлениях, понимая, что вы можете стать одним из первых людей, вошедших в Энартофт. Давайте посмотрим, что у нас на рынке. Мягкая подкладка плюс одна броня, плюс одна воля. Да. Ничего толкового у нас нет. А вот провизию на 4 дня, на 3 дня. Ну, пожалуй, купим. Так ее тоже на 3 дня. Окей, побережу. Да, на 4 дня. Лучше так. И один денек мы отлежимся. Ладно, на этом, наверное, мы отправимся дальше в путь. Если остановок не будет, и верни соврал, мы подходим к городу, который видели только варлы, и пересекаем мост, который только варлы могли построить. Будем надеяться, что мы здесь единственные незваные гости. Вот мы и пришли в городишко. Ну, даже не городишко, а великий город Варлов. Мост довольно-таки внушающий. вверхе. И название название, конечно, фиг выговоришь, ничего не скажешь, особенно, когда вычитаешь первый раз. Повсюду стоят удивленные варлы кучками причем варлы очень одинаковые и почему-то со стягами видимо чуваки тоже готовятся великой войне ну или я не знаю как назвать это событие ну замесу который грядет и вроде как наш первый караван должен быть уже здесь сколько воинов началась новая великая война я уже в третий раз это вижу нас уже гораздо меньше чем раньше крумор идет вверх по лестнице в тронный зал и вскоре возвращается переговорив с какими-то варлами что они сказали тебя те говорят что дороги идут сюда кажется на этот раз они планируют истребить варлов окончательно это место скоро станет полем смерти говорят что здесь принц людей с ними также идет кач принц лудин здесь из-за биранга как бы то ни было сегодня на мауди инс и не видать помнишь когда-то был здесь прошлый раз ингвар это ивер да я помню его что теперь нам нужно найти место для отдыха рекомендую следить за своими людьми пока мы здесь рук вообще-то спрячьте их ерун не обрадуется тому что вы здесь вам показали квартиру но дали возможность побродить по городу пока вы ждете аудиенции вы чувствуете себя так словно могли бы проспать целую неделю давайте изучим местный рынок ух ты ну пока что ничего совершенно не возбуждает хотя проведена один день нам пригодится в общем там в героях у нас пока только герой нашего каравана посему самым разумным будет отдохнуть расположившись на отдых вы получаете приглашение прийти в тронный зал на следующее утро ивер советует молчать пока к вам не обратятся и даже тогда говорить кратко во сне увидите королей варлов сражающихся с лордами драгов когда вы готовитесь войти в тронный зал вас охватывает зловещее предчувствие но у нас пригласили достаточный ивент мост будет стоять найди другой способ привет из змеи клыка ерунд я привел союзника то эти люди у нас нет времени на игры подожди я знаю тебя ингвар снова с нами неужели так выглядит конец света ерундр сходится своего трона чтобы взглянуть на вас поближе при свете вы видите следы глубоких ран на теле короля варлов у меня не было другого вывен выхода ерундр ты выглядишь как привидение тундры прошли через грофхайм все иначе мы до сих пор были бы там несколько тысяч варлов остаются громоглаз шел за нами от самого грофхайма на это так что мы намерены делать останемся здесь лучше места мы не найдем мы встретим врага воинар тофте но даже если и на оптов пойдет варлы не будут истреблены мы договорились что хакан поведет наших лучших воинов в аберранг я не пойду ерундр мы нужны здесь это не обсуждается нарушив напряженные молчания в дверь и врывается конец он говорит что на мосту замечен певец камня боги неужели мы не можем получить передышки ни на минуту они еще не должны быть здесь певец камня с ними позвольте мне обрушить мост как я предлагал это даст нам я сказал что мост будет стоять ткач я скажу это снова вам принцу людей и всему совету ткачей будь они здесь я не буду повторять хакан ты идешь в аберранг и винт не прикасайся к мосту я понятно выразился да тогда я сам выйду против певца никто не пытается остановить и винда когда он выходит из зала но многие следуют за ним подходя к мосту ткач проходит мимо гигантских отрядов варлов высокая худое существо стоит там окруженная драгами два черных копья возвышаются над его плечами варла отступили в страхе эйвинд остановился перед длинноногой фигурой внезапно и вера оказывается рядом с вами мы должны помочь ему вы ожидаете что и вера откажется но вместо этого он впивается в взглядом послушай меня рук говорит он вы вероятно умрете здесь как и все остальные кто ступит на этот мост посмотри на свою дочь ты готов к этому один ты не пойдешь это делать не буду мешать говорит иер деритесь словно в последний раз мы не уверены чего следует ждать но достаете топор и скоро оказываетесь рядом с эйвиндом на мосту гадая правильное решение вы приняли ну мы с вами вязались бой а у этот мы застанем уже следующую субботу спасибо всем кто смотрел это и до скорой встречи пока пока